всем привет я виталий филиппов канал джаквания сегодняшняя наша передача будет в основном посвящена компании savage gear так как пришла большая поставка это чудо свершившаяся на сегодня ну и также посмотрим еще последние поступления которые пришли в наш магазин за этот такой проблемный небольшой период значит начну с конца и как всегда с вопросов многие в последних посылочках получили вот такие вот наклеечки и задавали вопросы что с ней делать ну я вот наклеил на коробку с прибанками можете наклеить и там еще куда там положить куда-то или там если не надо просто выбросить то есть это наклейка наклейка ее можно использовать допустим как я наклеив на коробку следующее народ просил магазин завести недорогую качество плетеночку я так просмотрел подумал чтобы это могло быть на сегодня что есть из возможности так сказать закупить вот и пришел к выводу что это сафикс четырех жильный стоит 1000 рублей за 135 метров диаметр 037 и 04 и восьми жильная плетенка там тысячу с копейкой вполне бюджетно и достаточно качественно тех кто ловят на бульдоге доехали наконец карли с ю я когда-то начинал ловите на бульдоге именно вот с этих приманок и знаком с мастером мы очень много общались и у нас свое время магазине и было очень даже в достатке сейчас это дефицит энди продал свое детище компании сьюик это известная такая прадедовская джерковая контора американская которая достаточно стоит плотно и серьезно на ногах так что наши пути разошлись сейчас привести эти приманки оказалось не так и просто так что карли с ю бульдог три размера 6 9 и 11 тинчей так следующая что у нас еще интересного это вопрос следующая был вопрос который задается мне постоянно что будет дальше что чего ожидать многие рыболовы там выжидают понижение цен некоторые будут приходы товара некоторые вообще не знаю что думают скажу так на что было возможно понизить цены и цены понижены в дальнейшей перспективе я пока не вижу там каких-то других возможностей чтобы просто не попасть на еще больше чем уже пришлось попасть и ситуация крайне очень даже сложная вот сейчас прошла большая поставка savage gear это просто повезло что что запустили ее так сказать последний как говорится вагон и она доехала я знаю ситуацию по поставщикам какие они испытывают трудности я сам закупаю товары и не мне ли это понимать я просто скажу что вот я вижу будет у меня в дальнейшем еще обещают что появится халхаунды палочки до 160 грамм и до 200 компания мидой но обещают что все же довезут приедут беги боя кстати мы сегодня посмотрим эту новую приманочку за одну беги боя в трех размерах появится у нас и джав машин вот эта резина трех размерах такой так скажем средний ценовой категория ручная работа очень хорошая резина следующее ждем возможно будет приманки от канал градис шведский бренд ну и все ну и все пока больше перспективы на горизонты не светит то есть как бы пополнений каких-то поступлений каких-то там окатушках там речи пока нет такие дела так что в общем то думайте сами когда вам чего покупать я всегда говорю одно и то же то что вы не купили сегодня завтра может быть уже будет купить невозможно не просто там куплю попозже невозможно будет купить просто посмотрите там новости подумайте хорошо почитайте что ситуацию ужесточают с нашу страну окружают враги и перспективы пока не радужная китай к сожалению заменить нашу тему крупных приманок и мощных снастей но не сможет сразу если кто-то думает что китаем обойдемся мало вероятно очень мало вероятно все привыкли к хорошим качественным снастям и в общем то такая ситуация но давайте к тер хорошему к саважгиру ну давайте начнем со всетов 120 по бкк это почти 16 то есть где-то в районе 15 между 14 16 мы буквально тут миллиметра 34 не хватает до 16 бкк то есть этот крючок ставится на пиге 23 легко хорошо и хочу сказать что очень хорошая мощная достаточно проволока острый отличная пружина и отличная цена кому не надо это огрузка просто берете на газовой плите это можете взять ее оплавить и снятию вас будет просто голый крючок три размера в продаже 12 10 и 8 то есть все типы приманок все есть же головочки 180 и 60 грамм 3 размера очень такой редкий вид правильно все сделано плужина мощная хорошая из качественной проволоки и такие редкие веса для тех кто ловит по большим глубинам и на сильном течении как видите здесь вот есть вот такое ушко для чего она я вот уже смонтировал 100 граммовую головку и как вы видите вот здесь вот стопор это для того чтобы голова имеет очень мощную вращательную составе составляющую чтобы у вас резина просто не разболталась на пружине и внутри не проелась и под не выдернулась это как стопор работает ставится этот зубочистка у меня пластиковая и потом здесь вот можно подрезать можно поставить деревянно неважно ну как как ставится когда вы закрутили вот так подгибаете и пальцем чувствуете вот где вот это вот ушко и вставляете зубочистку ну и вы когда правильно поставите вот начнете вращать и вы почувствуете упор что не дает зубочистка прокручиваться ну вот имейте ввиду этот нюансик очень важный для тех кто ловит такими весами по глубинам и по сильным течением так еще вот у нас вот такие появились огрузки пять семь с половиной 10 и 15 грамм как видите они вот в такой упаковке в тему для тех кто задает мне вопросы зачем я фасую упаковки вот вам так вот предмет из 8 штук и меня к вам вопрос вы будете покупать маловероятно так что поэтому давайте так то что я делаю я делаю либо что считаю что это правильно либо очень много людей меня просят распаковывать и продавать штучно если вам нужны упаковки вы просто можете заказать n количество и мы вам вышлем в оригинальной упаковке ну когда к нам товар приходит вот в таких блистерах то естественно мы это все раскладываем по кулечкам и отправляем так что мы стараемся учесть ваши пожелания и сделать покупки более удобные более рациональная и нужны упаковки пишите скажите мне нужна упаковка я в подарок там или еще куда там или я собираю упаковки там не вопрос отправим восемь штук вот так у нас эти а грузочки они будут продаваться в наборчиках это такие очень ходовые веса вот примеру я джан пига оснастил и вот здесь эта грузочка ее можно оставить на любые приманки на джербейт и там спиннербейт и и так далее она легко снимается раз защелкнул и все как вы заметили джан пик у меня оснащен с верхним стингером это опять же были вопросы как наиболее эффективно оснастить резину чтобы меньше было сходов я вот несколько раз пытался ловить вот с такой верхней оснасткой скажу что вот в этом году я буду практиковать гораздо больше просто это реально сходу при каких-то а так как поперек ну практически нет это с ваш гировская оснастка у него как видите специальные такие штоки фиксаторы которые вставляются резину и крючок не гуляет он достаточно плотно стоит и это хорошо для подсечки крючок сам такой расплющенный у вас трижало это круто и достаточно эффективно этот крючок можно использовать и под какие-то компактные приманки ставить его снизу здесь просто он ставится или либо на ухо либо можно просто закинуть на застежку вот так что вот рекомендую вот такие вот крючочки либо есть аналоги вот вот у меня это статья беги бой очень интересная приманка достаточно мягкая резина я в воде пробовал хорошо работает заводится ждем еще дом два размера и еще несколько расцветок из больших здесь я оснастил его вот таким с ваш гировским одинарником его тоже такие же штоки вот его можно поставить допустим сюда есть шпильки которые прижимают этот трос этот веревку для того чтобы она не телепалась вывод так можете потянуть поставить его сюда посередине в любое место и даже поставить его в голову если вы ваша щука вы заметили бьет в голову устанавливает добычу потом разворачиваться захватывает то это очень даже целесообразно иногда щука как и судак догоняет если ловите там у дна и прижимает приманку это тоже очень эффективно то есть это гарантированно она сядет у нас два размера таких крючков на беги бой у меня стоит девятка 90 есть еще 70 то есть это такой одинарник со штоками вот и движется веревочкой можете и перевязывать вот этот рост такой его щука не перекусит вот так что рекомендую для лучшей уловистости использовать вот такие вот стингера следующая это спиннер бейты моя слабость три размера 16 метров 32 грамма лепестки средний стабилизатор его и головной колорадо я так понял саважгировцы решили что надо только медленно проводкой ловить и ближе к поверхности но все здесь меняем если у вас есть лепестки вы можете головной легко заменить 22 сантиметра 42 грамма и 324 сантиметра 55 грамм прошлом это были такие сделаны смеха искусственного спиннер бейты их почему-то они сняли с производства мне не очень нравились вот и теперь вот 55 граммов такие спиннер бейты задаюсь вопросом почему не подставить сюда твистер рок как бы странно вот пожалели что-ли пожадничали непонятно я бы вот так взял потому поставил на трейлер вот так вот твистер ручек очень хорошо что на этих спиннер бейтах есть ушко для подгрузки вот так ставится наверно не той стороной поставь вот так да вот пожалуйста подгружается спиннер бейт и можете его проводить достаточно глубоко вот поэтому они решили лучше поставить колорадо да также ближе чтобы ловить по поверхности а если кто хочет у половить по глубине поставим ухо для подгрузки и за счет колорадо и заглубителя у вас будет медленная проводка по низу принципе очень логично потому что если здесь будет стоять его у вас проводка будет гораздо быстрее существенно ну теперь самое вкусное это удилище удилища пришло пару моделей g2 это бюджетная серия сразу хочу сказать что то что я заказывал пришло в пять раз меньше то есть количество очень смешные поэтому кому достанутся эти парки к тому и достанутся ну что можно сказать вообще этих палках я честно вначале в них не верил мне казалось все это вот ну очень красиво и в плане надежности не было никаких как бы отзыву но что интересно за год и вот как они появились продажи вот на этом модель g4 не было мне ни одного звонка ни одного письма чтобы кто-то что там написал какие-то нарекания либо все хорошо либо может постеснялись там что-то сказать я не знаю но обычно там были проблемы там с другими там люди обращались что возможно решалась что невозможно не решалась но на сэвич гир жалоб не было вот это у меня жирковая палочка симметри 221 сантиметр 70 130 грамм чехлы конечно это лучшее вот и всего что есть просто берешь руки уже приятно палка не лапша и не дрова очень сделано в правильном строе ты очень и очень даже рекомендую ее для тех кто ловит средними джерками там не заходит там за 100 грамм вот эта палочка для вас 8 и 6 259 сантиметров 110 220 но этот размер уже как бы все знают наверное это идентичный то что и g2 но в исполнении g4 я буду доставать не буду смысла нет они все очень похожи друг на друга и давайте обойдемся без этого так и не помню было ли в прошлом году в этой ростовке по моему не было 8 и 1 и 246 сантиметров 85 170 отлично тоже вот сочетание длины и нагрузки очень хорошо продуманы и вот эта серия битбэйт специалист конечно просто на высоте давайте ее достанем посмотрим но я не удивляюсь все то же самое здесь лучше просто идентично разница в длине ручек да есть поэтому чем длиннее ростовка тем больше ручка и вот еще дайте эта серия называется туфт специалист палочка 8 и 6 тоже двести пятьдесят девять сантиметров до 190 грамм от 90 до 190 грамм у нее цельная идет ручка очень приятный на ощупь вот этот вот она не покрытие это его да это не как у лизарда покрытие специально это его ну катушка держатель все то же самое все сенсорное причем и снизу и сбоку и все ну все по уму потому что это японская состоитесь кольца саважгера просто отменная ну в общем вот и вот эта ростовочка на у будет вот с такой ручкой палочка немножко отличается по названию туб специалист в общем вот эти все удилища они достаточно универсальные они заточены конечно наверное большинстве под резину но легко справляется с жербейтами среднеразмерными там порядка там устану 120 грамм проблем вообще никаких не будет что еще по саважгиру флюорокарбон всевозможные оснастки поводки там угри налимы я не буду все это показывать достаточно простые вещи это можно посмотреть у нас магазине спокойно и у вас вряд ли возникнут вопросы но если возникнуть можно написать там позвонить спросить вот так что вот такие вот новости я с вами прощаюсь спасибо за внимание до новых встреч виталии а к джерман